Примула, когда цветет, период созревания и изменения в уходе за цветком. Все любят первые весенние цветы, которые появляются сразу же после таяния снега. Многие пытаются высадить на клумбах ранее сорта, которые смогут порадовать красочными бутонами в марте месяца. Вдобавок, примула, когда цветет, клумба начинает полностью оживать. Если внимательно изучить привычки и способ жизни растения, то все сомнения полностью исчезнут, ведь такой цветок приносит только. Радости практически не предоставляют проблем в плане ухода. Период покоя растения, примула отцвела, что делать дальше, вот над чем нужно задуматься садоводу. После полного отцветания растения переходят в стадию покоя, увядают цветоножки и нижние листочки, а вот молодые розетки остаются зелеными. Цветущая примула, данный период требует организации особых условий для цветка. Создать полутень для кустика. Если это комнатный экземпляр, то переставить на подоконник с северной стороны. Для садового первоцвета, построить элементарное укрытие. Немного снизить температуру воздуха. Для комнатных вазонов это условие выполнить просто, а вот садовые примулы остаются произрастать при той температуре, которая соответствует сезону. Качество и количество поливов также сокращаются до минимума. Нужно немного увлажнять грунт в момент сильного его пересыхания. Примула в стадии покоя. Выход растения из состояния покоя сопровождается увеличением температуры, степени освещенности и количеством полива. Когда и как цветет. Увидеть как цветет примула, можно уже в начале марта. Но это нестандартное положение вещей, есть и другие временные рамки, которые более приемлемы для данной культуры. Цветущий горшочек к 8 марта можно получить, если произвести преждевременный посев семян. При нормальных условиях бутоны можно увидеть к середине или концу апреля. Некоторые сорта могут цвести даже летом. Количество цветений тоже определяется уникальным образом. Дополнительная информация. Есть селекционно выведенные уникальные сорта. Они могут цвести несколько раз в год, или распускать бутоны летом. Весеннее цветение примула, примула, время цветения которой определяется именно температурным показателем, может выбрасывать бутоны несколько раз в год. Но это уникальные случаи, которые актуальны для особенных сортов культуры. Виды, сроки цветения примула отличаются для разных сортов. Условно можно разделить растения на второй группы. Это комнатный вариант и садовый. Но кроме групп, выделяют еще и сорта. В природе различают около 500 сортовых единиц. В цветоводстве используется всего 200, но наиболее популярными считаются всего 20. Список актуальных сортов цветочной культуры. Примула норвежская, примула фенмарчика. Примула сибирская, примула сибвайрика. Примула. Сабдженос, алюритиа секшен, алюритиа. Примула дарьяльская, примула дарьялика. Примула мучнистая, примула фареноса эл. Примула густолистная, примула франдоса дженка. Примула галера, примула халарий джей. Ф гмел. Примула шотландская, примула скотика. Примула холодная, примула алджида. Примула сабдженос, алюритиа секшен, кристаллофломис. Примула снежная, примула невалис. Первоцвет туркестанский, примула тьюса станика. Примула чананта, примула чананта. Примула сабдженос, алюритиа секшен, пролифорей. Примула хунгенская, примула чандженс из бали. F. Этворд, Примала Сабдженос, Алюрити Ассекшен, Сикименсис, Примула мелкозубчатая альпийская, Примала Микродента Вар, Алпикола W, W. Разновидности Примул. Весь список условно можно поделить на своеобразные секции, которые определяют особенность внешнего вида, типа цветения и варианта ухода. Примула, сколько цветет. Часто возникает вопрос, сколько цветет примула. Если внешний вид бутона можно соотнести с сортовыми качествами, то период цветения более сложно определить только по внешнему виду. Есть определенные рамки, но у каждого сорта и вида они свои. Плюс, значительным фактором могут стать внешние воздействия, как долго цветут примулы, если учитывать некоторые сортовые особенности. Обычные сорта могут радовать глаз яркими бутонами около 4-6 недель. Гибриды с двойным периодом вегетации в первый раз выкидывают бутоны в течение 4 недель, а второй формируют бутоны вплоть до первых осенних заморозков. Есть селекционные типы, которые цветут более вторых месяцев. Как выглядит примула в период цветения? Важно. В любом случае, сроки зависят от правильности ухода в этот период. Продлить волшебный миг можно, благодаря специальным подкормкам и стимуляторам роста. Почему не цветет? Сколько цветут многолетние примулы и как выглядят соцветия? Еще два важных для садоводов вопросы. Данная культура очень простая в уходе, но некоторым так и не удается создать оптимальные условия для цветения. Некоторые причины, по которым растение может не цвести. Слишком активный полив. Иногда может привести даже к гибели самого цветка. Нужно обязательно рыхлить после орошения землю, обогащая ее кислородом. Неправильно подобранный субстрат для посадки. Грунт должен быть кислым. Если уровень кислотности недостаточный, то бутоны не созревают. Плохой субстрат не позволит растению правильно развиваться. Даже отсутствие дренажного слоя может сказаться на дальнейшем росте и развитии первоцвета. Размещение кустика на солнце ухудшит состояние растения в целом. Вдобавок к солнечным ожогам надземной части добавляется еще и высокая температура. Кустик начнет вянуть. Неправильная или несвоевременная подкормка значительно влияет на качество вегетационного периода. Причины, по которым растение не цветет. Дополнительная информация. Каждый сорт уникален не только внешним видом, но и индивидуальным графиком цветения. Дополнительными негативными факторами с меньшей степенью влияния могут стать, недостаточная или преизбыточная влажность, неподходящий климат, уникальность сорта. Иногда на культуру сразу действует несколько негативных факторов, из-за чего цветение просто невозможно. Уход в домашних условиях. Важна не только правильная посадка, но и подходящий уход. Есть несколько базовых составляющих полив, влажность, подкормка и температура. Каждый пункт определяется своими нормами показателей. Если соблюдать все правила и рекомендации, то первоцвет будет развиваться совершенно нормально. Правильный уход, гарантия сохранения экземпляра. Влажность. Расти первоцвет может в помещении при влажности 60-70%. Это совершенная норма, которой нужно придерживаться. В противном случае растение может погибнуть или заболеть. Несмотря на то, что примола комнатная любит влагу, опрыскивать ее не рекомендуется. Если воздух будет сухой, то появятся проблемы с листьями, обязательно появятся вредители, грибковые заболевания. Поэтому за данным показателем нужно следить внимательно. Полив. Сухой и горячий воздух вызывает пожелтение листьев, как и пересушивание земляного кома. Растение не следует заливать, однако земляной ком следует держать влажным. Добиться этого можно, используя систему дренажа, которая не позволит скапливаться лишней влаги и обеспечит хороший воздухообмен. В качестве дренажа могут выступать мелкие камушки. Летом растение можно поместить на северное окно, поэтому частота полива снизится примерно к одному разу в две недели. Удобрение. Важно знать, чем подкормить примулу весной для пышного цветения. Есть несколько базовых правил. Надо провести подкормку раствором коровяка 1 час 10 минут или перебродившими зелеными удобрениями в концентрации 1 литр на 10 литров воды с добавлением. Сульфата калия 10 граммов на 10 литров. Полученным раствором поливать кустики с расчетом 0,5 литра на одно растение. Совет. В середине августа для повышения зимостойкости примул провести еще одну подкормку суперфосфатом 20 граммов и калием 15 граммов на 10 литров воды. Температура. Зацвести первоцвет может при нормальном температурном режиме. Уже оптимальной считается температура 12-15 градусов. Но может выживать растение при более высоких показателях, 25-30 градусов. Важно, чтобы кустик был высажен в тени, а прямые солнечные лучи не попадали на листья. В период максимальной жары нужно следить за сухостью грунта, так как полив придется осуществлять чаще. Способы размножения. Первоцвет очень легко размножить в домашних условиях. Достаточно овладеть базовыми знаниями в плане цветоводства. Есть третий основных и возможных варианты размножения примулы в домашних условиях. Черенками. Семенами. Делением куста. Варианты размножения примулы. Каждый вариант уникален по-своему. Некоторые цветоводы предпочитают проводить процедуру посредством использования черенков, другие сеют семена. Деление предполагает наличие достаточно большого экземпляра, поэтому чаще проводится на больших плантациях примулы. Семенами. Примулу можно легко вырастить из семечка. При этом, такой посадочный материал хорошо развивается и выживает в рамках обычного ухода. Нужно подготовить правильный субстрат. Грунт нужно хорошо разровнять и предварительно увлажнить. Семена укладывают наверх и слегка придавливают пальцем. Совет. Чтобы получить неплохой урожай рассады, стоит укладывать по пяти семечек в одно место через каждые один сантиметр, пять миллиметров. Горшок нужно накрыть стеклом или затянуть пленкой. Данный прием поможет создать парниковый эффект, что ускорит рост и созревание семян. Но лучше закалить посадочный материал. Убрать семена в темное помещение, где температура воздуха составляет 10-12 градусов, а потом постепенно увеличивать показатели температуры. Воздуха, каждые три дня на 2 градуса. Рассада, полученная из семян. Черенками. Чтобы размножить цветок черенкованием, сначала нужно подготовить горшок с правильным субстратом. Обычно черенки высаживают в емкость, заполненную речным песком. Предварительно стоит немного увлажнить грунт. Как произвести процедуру правильно? Выбрать здоровый листочек, который расположен в верхней розетке. Сделать точный надрез, кончик составлять не менее 1 сантиметра 5 миллиметров в длину. Зарыть черенок листочка в песок, углубив до основания листовой пластины. Затянуть горшок пленкой для создания парникового эффекта. Укоренение произойдет примерно через 14-16 дней после посадки. За это время должно появиться еще 2-3 молодых листочка, которые сформируют полноценную розетку. Проветривание проводится каждый день по 15 минут. Важно, после укоренения пленка полностью убирается. Каждый день нужно проветривать росток, опрыскивать из пульверизатора песок. Делением куста. Чтобы украсить дом или сад новыми цветущими кустиками, стоит рассмотреть вариант деления экземпляра. Это можно сделать, когда придет время пересаживать растения с одного места на другое или нужна смена горшка. Размножать растения проще всего молодыми розетками, которые образуются 2-3 листочками. Нужно аккуратно отделять данные части вместе с корнями. Предварительно убираются старые и испорченные части корневых отростков. Важно, можно высаживать молодые экземпляры тут же, недалеко от материнского растения. Но нельзя затягивать с пересадкой, иначе розетки не смогут укорениться и погибнут при первом же морозе. Укоренившиеся части после деления куста. Новый саженец нужно немедленно поместить в подготовленный субстрат, чтобы корневая система не испытала стресс. В противном случае растение может не укорениться и погибнуть. Предварительно можно ополоснуть корни в специальном растворе для дезинфекции. Обрезка цветка. Возникает вопрос. Нужно ли обрезать примулу после цветения? Однозначного ответа нет, так как многое зависит от состояния кустика в период после осыпания бутонов. Иногда приходится удалять нижние листики, которые в момент активной вегетации могут пожелтеть или повянут. Важно, чтобы продлить период вегетации экземпляра, стоит убирать уже отсветшие стрелки с соцветиями. Сухие бутоны продолжают подпитываться соком живого кустика, забирая питательные элементы и вещества. У примулы нужно срезать листья летом. Это необходимо для того, чтобы произошла закладка новых бутонов на следующий год. Экземпляр впадает после такой процедуры в анабиоз и накапливает силы к следующему периоду вегетации. Особенности цветения примулы Первоцвет очень ранимое растение, хотя одновременно может выдерживать по-настоящему суровые условия. Периоды цветения примулы определяются размытыми временными рамками. Многое зависит не от самого экземпляра, а от особенности ухода в этот период. Чтобы магия продолжалась дольше, нужно подкармливать, поливать, создавать оптимальные климатические условия.